А пока неравнодушные собирают средства для защитников Украины, некоторые умудряются наживаться. В центре скандала милицейский чиновник из Одессы. Его подозревают в подделке документов об участии в АТО. Согласно бумагам, милиционер больше месяца находился в зоне боевых действий. На самом деле всего несколько дней провел в Луганской области. Одесские активисты первыми, заговорившие о поддельном участнике АТО, уверены, так милиционер хотел избежать иллюстрации. В прокуратуре рассказали, за свой короткий визит в АТО милиционер получил и командировочные, и денежные премии к зарплате. Всего 25 тысяч гривен. Все это за то, что сопроводил подчиненных в Луганскую область. Злочин полегает в том, что они ездили туда, но не для проведения, не для участия в фанте-террористической операции, а для доставления сотрудника до зоны АТО. Ездили на более короткий промежуток часа, то есть в одном случае это было 3 дня, вместо 8, как они указали в документах по поведряжению, в другом случае также 3 дня, вместо 28, как они указали в документах по поведряжению. Кого именно подозревают в преступлении, в надзорном органе не сообщают. Однако одесские активисты уверены, речь о начальнике управления внутренней безопасности. Недавно они проводили митинг, требуя его увольнения. Нас интересует сегодня господин, который совершил одно циничное действие. Оформил себя участником АТО. Общественники уверены, милиционер надеялся, статус участника АТО спасет его от иллюстрационных проверок. Статус участника боевых действий в зоне АТО, это, скажем, для милиционера в первую очередь, это возможность получить индульгенцию от иллюстрационных проверок. Константин Гак, Константин Лужневский, 7 канал.